Всем привет друзья! Давненько у нас не было фотографий и видео советских времен. Предлагаю включить сегодня режим ностальгии и посмотреть на чем ездили наши отцы и деды. Ну а перед этим подпишитесь на канал те кто еще не подписан и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также заглядывайте в наш магазин одежды, где вы можете себе выбрать футболку или кофту с интересным принтом. Ссылка под видео в описании. Начнем вот с этого очень интересного снимка. На нем вы видите процесс испытания полуприцепа, предполагая что это какой-то УДАС с седельным тягачом КРАЗ-258Б. Полуприцеп выглядит просто огромным и вот специально создавали для сельскохозяйственных работ, но в серию он насколько я понимаю не пошел. Я думаю что из-за его размеров очень немногие колхозы нуждались в столь массивных транспортных средствах. Могу представить как тащился КРАЗ полностью загруженным полуприцепом. А здесь вы видите партию тракторов МТЗ-52 на погрузочной площадке Минского тракторного завода. Это 1977 год. Наибольший интерес представляет экземпляры со светлыми колесами, у которых капот закрыт какими-то коробами. Кто-то может объяснить что это такое и зачем это было сделано. А теперь давайте переместимся в Хельсинки. На выставку Экспо Хельсинки 1969 мы видим стенд импортера советских автомобилей АБ Канело Оу, а на нем два очень редких бортовых ЗИЛа. Ближайший к нам это длиннобазный ЗИЛ-130Г, а тот что подальше судя по надписи на переднем бампере оснащен дизельным двигателем Перкинс. О как, и такие грузовики действительно, хотя и в небольших количествах, продавались в Финляндии. Владимир 1988 год. Мы видим пару туристических автобусов Икарус 256. Ближайший стоит с открытыми багажными отсеками в ожидании то ли загрузки, то ли после выгрузки багажа пассажиров. Автобус стоящий на заднем плане отличается не только окраской, у него белая крыша, но и самой формой крыши. Что это за штуки, у него там, другая форма люков. А вот так готовые самосвалы ГАЗ САЗ-3507 грузили на железнодорожные платформы для отправки потребителям. Предположительно, это Саранский автомобильный завод. Меня всегда удивляло, на какую высоту поднимали автомобиль экранами во время загрузки. Я ни разу не слышал о том, чтобы хотя бы один автомобиль уронили. То, что вы видите, это уже не из СССР, но имеет яркий советский привкус. Поэтому я решил включить в подборку. Это примерно в 2007 году в Саратове. Мы видим процесс транспортировки реактивного самолета Як-42 с Саратовского авиационного завода. Интересно, что перевозка осуществлялась с установленными на самолете крыльями. Но вот куда его везли? Как же я люблю летние осенние кадры, на которых изображены сельскохозяйственные работы. Здесь вы видите грузовики ГАЗ-51, ГАЗ-93, ГАЗ-63 и ЗИ-150 на разгрузке зерна. Это 50-е годы в Ростовской области. Интересно, что самый интересный автомобиль самосвал ГАЗ-93 оснащен еще ранее деревометаллической кабиной. А здесь мы видим, как японский тягач Камацу Ниссан перевозит теплоход на подводных крыльях Метеор. Да, такое тоже было в Советском Союзе. Конкретно это было в Иркутской области в 1983 году. Обратите внимание, что тягач имеет черные советские номера, а навстречу ему едет копейка. ЗИЛ-130 на автодроме Мячикова во время грузового кросса. После проливного дождя трасса превратилась в сложно проходимое болото. В некоторых местах грузовики застревали и не могли выбраться без посторонней помощи. Шигарский район Колхоз-Гигант. По итогам 1984 года Колхоз-Гигант стал победителем всесоюзного социалистического соревнования и был занесен на всесоюзную доску почета ВДНХ СССР. Здесь вы видите, как молоковоз ГАЗ-53 приехал за новой партией молока. Самосвал САЗ-3503 на базе грузовиков ГАЗ-5202 на уборке сахарной свеклы. Эта модель выпускалась с 1975 года на Саранском заводе автосамосвалов. Его цельнометаллическая платформа вмещала 3 кубометра и грузоподъемность составляла 2,5 тонны. Ленинград-Измайловский мост, 1974 год. Здесь вы видите довольно миленький фургон ГАЗ-53 с надписью «Хлеб», еще один фургон на шасси ГАЗ-51А, а также междугородний автобус «Красавец» и «Карус-55 Люкс». Зел-150 один из последних выпущенных грузовиков этой модели. На конвейере 150 продержался до 7 октября 1957 года. Обратите внимание на желтый номерной знак грузовика. Такие использовались в СССР до 1959 года. Новенькие грузовики Зел-130 загружены и готовы к отправке в регион СССР железнодорожными вагонами. Выбор цветовых решений не блещет разнообразием. Либо голубая кабина с белой мордой, либо полностью темно-зеленая. Кузов в обоих вариантах голубого цвета. В октябре 1957 года взамен прежней модели Зел-ММЗ-585В Матищинский машиностроительный завод перешел к выпуску строительных самосвалов Зел-ММЗ-585И на новом шасси Зел-164Г. Здесь вы видите укладку нового дорожного полотна с помощью асфальтоукладчика и катка. В 1979 году Минский автозавод модернизировал семейство грузовых автомобилей серии 500. Это гидрофицированный тягач МАЗ-5430, который ранее был МАЗ-504Г, созданный специально для работы в составе полуприцепов самосвалов. Производство автомобилей Зел-130 началось в 1964 году. Это грузовик из опытной партии, выпущенной в сентябре 1962 года. 130-е испытывались в самых разных условиях, в том числе и в составе двухосного трейлера. Сборка тракторов Т-40 на Липецком тракторном заводе. Они предназначались для обработки и уборки пропашных культур, пахоты легких почв, предпосевной обработки, посева, сеноуборки, а также для транспортных работ. Тракторы Т-40 выпускались в период с 1961 по 1977 год. Май 1990 года. Рига, улица Ленина. 21 маршрут автобуса во время посадки и высадки пассажиров. Вместимость гармошек и карус 280 просто поражает. Зел-ММЗ-552В с прицепом и АПЗ-838. Выпускался с 1962 по 1969 год. Промышленный самосвал-тягач с двухсторонней боковой разгрузкой базировался на шасси Зел-130Д2. В составе прицепа и АПЗ-838 грузоподъемность автопоезда достигала 9 тонн. А на этом всем, спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и вступайте в группу ВКонтакте, ссылка в описании. Всем пока!